Книга реально интересная. В оформлении обложки использован фрагмент картины Марселя Ридера «Украшение ёлки» ещё в 1898 года. Класс. Как фото смотрится. Страшная ночь, ёлка, сон, зеркало, ряженые, новогодние великомученики, шампанское, ночь на кладбище. Все ссылки на эти товары и артикулы вы найдёте в закоплённых комментариях и под этим видео в инфобоксе. 16+. Всем большой привет! Меня зовут Марина. Сегодня очередные покупки и распаковки. Сайтовалберис, конечно, присоединяйтесь. В этом году видео у меня заключительное о 23-м, но продолжение будет в 24-м году. Поздравляю всех с наступающими праздниками. И не будем терять времени. Распаковываем. Вот такое подзарядное устройство получила я. Вот. Запаковано всё хорошо. Сейчас проверим, работает или нет. Не стала проверять на пункте выдачи. Некогда было. Подзарядное магнитное устройство. По-моему, к айфону. Да. Ну, как видим, оно разъёмное. Я думаю, а вдруг оно подойдёт мне на андроид. Давайте проверим, кстати. Цена хорошая была 220 рублей всего. И эти шнуры хвалят, что нехорошего качества. Потому что очень много нехорошего качества, которое служит там неделю и две шнуры, продаётся на Валберис. Надо было мне порыться поискать такой хороший шнур. Так, вот эта штучка мне не нужна. Данные, кому нужно, смотрите. 1,2 метра. Достаточно длинный шнур. Надеюсь, что он проживёт долго, а не несколько недель. Внутри нашла вот такую дату. Выглядит всё добротно и качественно. Я думаю, что всё должно подойти. Длинный. Вот такой. Плетёный. По отзывам, что фирма качественная и хорошая. Бренд. Он в наличии, цена та же. Так, и проверим к андроиду. Магнитится отлично, зарядка пошла. Всё здорово. Второй себе такой закажу. А вообще, этот кабель, конечно, не для андроида, как я его приобрела. А для айфона. Пишет продавец. Магнитный кабель с индикатором для зарядки USB. Совместен со всеми устройствами. С Apple 8 Pin, Apple iPhone. Пропускная способность силы тока 2,4 А. И вычитала, что оснащён LED-подсветкой. Точно. Вот, нашла эту подсветку. Ну, пока всё классно. В надежде, что у меня будет время всё-таки читать. Купила вот такую книгу Антон Чех. Ну, как-то мне не хватает. Здесь отчество Антон Павлович Чехов. Должно было быть написано. Почему сократили? В рождественскую ночь. Здесь рассказы именно посвящены все Рождеству, новогодним праздникам. Книга идёт в мягком переплёте. Как видим, запакована в плёнку, что хорошо. Конечно, если бы книга была в твёрдом переплёте, было бы намного лучше. Но она, посмотрите, сама по себе глянцевая. Размер А5. Тонкие газетные листики. Ну, книга дорожная, я бы так сказала, конечно. Не для коллекции. Здесь много рассказов. Интересно. Давайте посмотрим содержание, если кому-то интересно. Ну, я обожаю рассказывание в Анюню с юмором. И не только. Интересные, эмоциональные для меня, по крайней мере. Хорошо разбирают на подарки эти книжки. В данный момент даже не знаю, есть ли ещё в продаже или нет. Ну, не было книги. Опять появилась цена в 173 рубля. По этой же цене я и приобрела её. Много положительных отзывов и издательство Азбуха. Так что, пока время есть. Пришла она достаточно быстро ко мне. Ещё можно успеть заказать на подарок на Рождество и на Новый год. Далее мужу заказала чай. Очень любит чёрный чай с чабрецом. Заваренный в заварнике. Упаковано всё отлично. Тоже можно приложить к подарку. Здесь граммовка, кстати, хорошая. 140 грамм. Чёрный чай с чабрецом. Высокогорный. Давайте посмотрим. Кстати, пахнет обалденно. Прям пахнет чёрным именно чаем. Ни травой, ни сеном. И чабрецом. Ароматный, классный чай. Надо его заварить и попробовать. Кстати, а вы знаете, что по опросам в топовые покупки, подарки на Новый год, на новогодние праздники, причём и мужчины, и женщины высказали, любого возраста, что они всегда будут рады подарку такому, как чай в новогодние праздники. Различные. С вкусовыми добавками, с кусочками фруктов. Просто чёрному хорошему чаю. Всегда в новогодних подарках будут рады. Так что обратите внимание на чай. Кто не знает, что подарить. Казалось себе ещё чайка побольше, потому что время чаёв, вечерних семейных посиделок, всевозможных фильмов. И как без чая? Без чая просто не обойтись. Упаковано, как видим, всё отлично, классно. В упаковочке плотный приходит. Значит, можно не бояться, опять же, заказывать на подарок. Так, и что у нас здесь? Ужа. Чай премиум класса, 9 видов. Ну, риф. Подарочный набор листового чая. Популярный микс. Свеженький. А вес прям чувствуется тяжёлый. Практически 2 килограмма. Смотрим, что же здесь за чаи. Какие-то новые вкусы, которые мы ещё с мужем в семье не пробовали. Поэтому и заказала. Любим чаи от Нуриев. И как это выглядит всё здорово на подарок. Внутри также есть оформление. 9 видов чая в наборе. Отличная цена. В карточке товара найдёте описание к каждому чаю. Чай с чабрецом 40 грамм. Высокогорный чёрный чай и чабрец. Северное сияние также 40 грамм. Чай чёрный, незабудка. Бутон жасмина, гамфрена, лепестки календулы, кусочки яблока, василёк, хризантема, лист брусники. Мой любимый молочный улун. Здесь уже 80 грамм. Здесь уже китайский зелёный чай сорт Цзи Сюань с молочно-карамельным ароматом. Волшебный аромат. Обожаю этот чай. Аромат сливочный, молочный, с зелёным чаем. Не знаю, мне кажется, нет ни любителей этого чая. Дары тайги. Также 40 грамм. Чай зелёный, сенча, лист брусники, красная рябина, плоды боярышника, листья малины, мяты, плоды шиповника, черёмуха, чабрец, плоды можжевельника. Очень нежный, приятный лесной аромат. С ягодками. Согревающий напиток. Бергамот с кардамоном. 40 грамм. Чёрный чай с добавлением кардамона. И маслом бергамота. Также нашла здесь летний поцелуй. 40 грамм. Ой, какая красивая мозаика. Чай зелёный, сенча, кусочки яблока, ягоды клюквы, мальва, цукаты, ананас, абадья, лепестки подсолнуха. Красиво. Пахнет сладковато и немножко маленькой. Фруктовый аромат. Далее Байкальская ночь. 40 грамм. Чай чёрный, бутон розы, клубника, цукаты, ананаса, сафлор, лепестки календулы и клюква. Малина с мятой. 40 грамм. Здесь чай чёрный. Малина, мята, гибель, скуса, лепестки роз, плоды боярышника. Заключительная баночка, уже 9-я, 4 сезона, 40 грамм. Круглогодичный, на все сезоны года. Здесь у нас чай чёрный, хризантема, листья оливы, цедра апельсина, дольки апельсина, кусочки яблока, лепестки розы и мелиса. Красота. Чай с хризантемой. На подарок отличный вариант. Всегда всем понравится. Любому возрасту. Полезные, натуральные, травяные чаи. Брендовый коробочек. Порадуют родных и близких. Особенно в празднике. Мы такой чай очень любим. Он вкусный, ароматный, натуральный. Шнур работает отлично. Пока мне всё нравится. Точно второй закажу, аналогичный. К новогоднему столу заказала себе, сейчас распакую, покажу что, для приготовления таких ролл, так скажем. Рулетиков. Запаковано, как видим, всё супер. Ещё упаковка одна в картоне. Долго разматываю. Продавец молодец. А здесь находятся достаточно хрупкие листы рисовой бумаги. На новогодний стол буду готовить какие-то рулетики. Сложно было найти продавца, от которого бы не приходили поломанные листы. Вот нашла, отзывы были замечательные. И заказала. Доставка этому подтверждения. 300 грамм, 22 сантиметра в диаметре. Вьетнам. Внутри 30 листов. Цена та же сама, по которой приобретала я. Так что продавцу ставим 5 звёзд. Молодец. Сам лично отправлял. По отслеживанию было видно. Вот такой классный подарок пришёл для моей внучки. Это моей сестры. Она переслала именно через Валберис. Я поехала, забрала, подарю нам новогодние праздники своей внучке от двоюродной бабушки. Книжка-пазл в гостях у Деда Мороза. Формата А4. Она большая. На подарок отлично выглядит. Плотненькая. И внутри 4 пазла. Как раз ребёнку, малышу. Кто ещё интересуется подарками для детей. Разная тематика есть у этого продавца. Я не буду распаковать, так как это на подарок. Сзади мы увидим картинки, которые есть внутри. Пазлы крупные. Картинки симпатичные новогодние. Дедом Морозом всё классно. Единственное, меня вот смущает вот эта вот халва. Ну почему не тульский пряник? Тульский пряник же красивее будет смотреться на обложке. Смотрите. Новогодняя тематика уже закончилась. Но здесь есть и другие картинки и темы. Ещё одна идея подарка для девочек и мальчиков подходит. Мозаика для самых маленьких, для малышей. Моей внучке нет ещё трёх лет, поэтому ей будет просто интересно заниматься такой мозаикой. Открывать показывать не буду, так как в новогоднюю ночь ребёнок получит свои подарки запакованные. Тут даже глазки есть. Реальный размер 2,5 см каждого кубика, вернее шестигранника. 107 фишек, 7 цветов, 8 картинок. То, что можно собрать. С обратной стороны нам подсказочки показывают. 8 картинок для сборки. Коробка достаточно большая, больше формата А4. Достойно выглядит на подарок. Цена. И можем увидеть содержимое. Отзывы положительные. Игры в ассортименте продавца. Ну и для девочек всегда можно найти вот такой отличный, добротный, качественный набор для парикмахера детский. Цена. Составляющие. Хороший, отлично, добротный набор. Качественный. Расчёска. Практически натуральный размер. Я думала, это будет что-то маленькое, хрупкое. Нет. Это не Китай, это Россия производителей. Хороший чемоданчик, который защелкивается. Внутри содержимое я вам показала уже. В общем, для девочек отличный подарок. Играть в парикмахерскую. Очень удобно. Всё сложили в сумочку. Никакие игрушки валяться не будут. Очень удобно. 19 предметов в одной сумочке. Расчёска, ножницы, плойка, бритвенный станок, фен, бальзам для волос, шампунь, крем, ножницы. В общем, сама сумка, пластик, Россия. Заказала себе лимонную кислоту, пищевую, целый килограмм. Это достаточно выгодно выходит. Я уже воспользовалась один раз, почистила чайник. Пакет пришёл упакован в дополнительном пакете. Пищевая. Целый килограмм. Я приобрела за 205 рублей килограмм. Сейчас 210. Также цена прыгает в разные стороны. Плюс-минус. Кислота подходит, как у продавца написано, для выпечки и консервации. Также для чистки стиральных машин, электрических приборов. Чайник я уже почистила. Всё замечательно. Очень кислая на вкус. Значит, натуральная. Производство в России. Указано у продавца. Обращайте внимание на производителя. Часто попадается китайская. Я не знаю, что там за китайская. Можно ли в пищу добавлять, консервацию. Но я как бы больше российской кислоте лимонных доверяю. Также у этого продавца за 215 рублей можно взять другой упаковки. Более герметичный. Для хранения удобный. При заказе я на это не обратила внимания. Ну и в дополнение я покажу, что на почте России продаются разные открытки. Я думаю, вы знаете. Флажки на ёлке продают. Вот тут я видела на нашей почте. И также письма Деду Морозу от Деда Мороза. В общем. И также я увидела вот такие интересные книженцы. И купила две штуки. Сразу на несколько лет. Здесь 12 открыток желаний на ёлку. Так что, если кому интересно, обратите внимание на почте обязательно. Я больше не видела нигде таких открыток. Вот на почте увидела. Мне они понравились. Ну, красивое оформление понятно. Я их взяла две штуки. Видите, цена у них там маленькая. 40 рублей, не больше. Выглядит это вот так. Здесь маленькие открыточки, которые надо разрезать. 12 открыток за 40 рублей. В общем, замечательно. На хорошей бумаге. Двухсторонние открытки. С одной стороны мы что-то можем написать свои пожелания на будущий 24 год. С другой стороны у нас красивая картинка. Своё пожелание. А обычно мы любим это делать, когда бьют куранты. Мы всегда пишем свои пожелания. Не помните. Потом поджигают, бросают шампанское. Детский сад у нас ещё закончился. Ещё далеко где-то в детстве. Мы ничего не сжигаем. Никакие свои пожелания. И не выпиваем шампанское. И вот мне нравится вот такой вариант. Ранее мы просто храним эти пожелания свои где-то в книгах. Где-то они у нас лежат. Потом случайно находим и читаем. Здесь же вариант повесить на ёлочку. Такая вот задумочка. Мне понравилось. На каждого члена семьи. Классные, посмотрите. Обалденные. Поэтому обратите внимание, кому это интересно. Смерт хороший, не сильно маленький. Мои видео выходят и на дзен. Поэтому приглашаю вас туда. Там же выходят мои влоги личные. И вышел уже предновогодний влог. Поэтому если вам интересно, проходите, смотрите. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok